всем добрый день всем здравствуйте александра костенюк начинает трансляцию турнира супер турнира вайконзе для вас конь бит h6 же аж ферзь h6 очень красиво то что грозит мат в 3 хода там буквально в 4 грозит слон h7 а на ферзь c7 споследовал мат не менее симпатичный шаг король восемь шаг слон же 8 и ферзь h6 шаг еще один очень классный коварный и сильный удар слона ты посмотрите сколько фигура набросилась на эту пешку по 2 защитить ее крайне не просто наверное просто-напросто невозможно у черных есть контрудар конь c3 виду этого белые связывают коня чтоб на конь c3 пойти ферзь бьет b7 ферзь f3 слон f6 черные сыграли возможно и наверняка у каждой из сторон есть разветвление будем надеяться что этот турнир не будет снижать обороты результативность немножко повысится ну что сказать удачи всем шахматистам и зрителям и ошибся ферруджи в очередной раз он сделал шаг конем после хода король g2 партия завершилась в ничью ну вероятно всего что все просто устали считать головоломные осложнения и такая вот головокружительная партия колоссальным количеством ошибок настоящий триллер можно сказать возник на ваши глаза забыл не смог сыграть кунь h5 максим сыграл f6 а после ферзь е6 позиция скорее всего уже просто проиграна на дябре 7 забрали белый пешку у них лишняя пешка зато позиция лучше да как принято говорить стабилизирует позиции дочери ходом слона d4 конь е4 и здесь следует еще одна серьезнейшая ошибка это вот слон 2 3 4 после которого черные стоят совершенно без проблем после хода король d4 черные просто зашли за пешкой аж внезапно выяснилось что пешку аж очень тяжело невозможно защитить так на ладья 2 ладья h1 и отход до слона следует ладья h2 вот такой вот симпатичный удар король на d4 вроде бы в центре оказался очень неудачно на расположенным ну да когда пешка аж упала то пешка h3 стала совсем мощной силой вот такая вот интересная партия все усилия оказались тщетными сохранил хладнокровие андрей сипенко реализовал материальный перевес в какой-то момент он выиграл фигуру и играл с лишней фигурой но опять же попытал свое счастье магнус карлсон но силы были неравны и на 38 ходу чемпион мира потерпел свое поражение андрея сипенко поздравляем с этим результатом стоило нормально пытаться хоть как-то отбросить фигурам вот он пошел слон d5 ну и после ход владения 7 честно говоря ход слон d5 оказался просто пустын пошел владея 3 защищается от хода h3 ну и после входа ферзи 6 и ладья 8 черный полностью контролирует игру в них лишняя пешка но и по большому счету черных просто большой привет но вместо этого радослав просто зимнул зимнул да ну такой неожиданный конечно слегка удар водябит h7 и сдался потому что пешка h6 сделала себе карьеру скоро станет ферзем брать нельзя да из-за того что просто мат ставится вот вот такая вот неожиданная концовка мы обменялись возможностями в этой партии и феруджи и каруана так что ничьей в принципе могут быть довольны все но хотя конечно у каруана если вот удар конь бюджи 2 проходил а он судя по всему по крайней мере заслуживал серьезного внимания и на девятнадцатом и на двадцатом ходу не знаю очень интересно узнать у самого фабиана что же ему не понравилось почему он отказался от этой жертвы после хода же 4 успел и руджа откусить эту пешку оси пришел перекрыл защиту по всему ряду и уже угрожает владея 7 вот не против и после следующих ходов выяснил что играть уже по большому счету нечем в этой позиции соперники согласились на ничью отмечал йордан ван форес свое волнение говорил что играл быстро потому что очень тяжело думать когда нервничаешь но тем не менее партия очень красиво закончилась хотя признался опять же ван форес что ход g5 был зевком не видел он этот ход когда делал ход g3 но на его счастье после g5 следует король бьет g5 f6 король h6 король вот таким смелым образом пробегает практически на другой край доски несмотря на то что у нас метель шпиль у нас еще ферзи на доске но ни одного возможного шаха нету и здесь очень долго сетовали комментаторы что нильс гранделиус просто сдался и не позволил своему сопернику поставить очень симпатичный мат после ферзи а7 белые матуют в два хода не одним способом на самом деле но самым эффектным является ход безусловно ферзь h8 король h8 владяев 8 король вновь в безопасности вновь в безопасности король и сейчас надо только следить следить ай-яй-яй пешку зевнул пешку зевнул ничего даже потеря пешки честно говоря ничего здесь не значит это не самое страшное что может случиться у ани шагири 9 секунд 10 отдал слона отдал слона йордан ван форест что происходит что происходит ани шагири попадали фигуры так вот тебе все неловкое движение ани шагири где он где все фигуры вдруг попадали он потратил очень много секунд чтобы их поднять не позволили ему зафиксировать победу в этом драматичном армагеддоне